здравствуйте друзья у нас вопрос есть я должен зачитать он такой большой есть этот мелким шрифтом я должен зачитать вопросик здравствуйте михаил и светлана я давно думала написать вам вопрос поскольку хотела услышать ваше компетентное мнение компетентное что давно смотрю канал реже читаю форум мне нравится как вы даете советы анализируете ситуации о которых рассказываете ну вот ситуация я с украины не за горами 40 лет у меня многолетний опыт в сфере которой я работаю в этом году будет 18 лет то есть с 20 лет можно сказать да за это время у меня было три работодателя сейчас 4 сферы не менялась каждый раз я меняла работу когда чувствовала отсутствие перспектив развития вот сейчас опять подобные ощущения все чаще посещают меня каждая работа была для меня цена я узнавала много нового и конечно росла до определенного уровня и профессионализма и должности в том числе руководящий на данный момент я работаю в крупном финансовом учреждении которая стабильно несмотря на ситуацию которая сложилась в экономике и стране в целом работа работает у меня вы руководящая должность среднее звено стабильные сравнительно хорошая зарплата но я не развиваюсь уважение и ощущение команды среди работников нет каждый боится за свое место со всеми вытекающими сплетни козни перекладами работы друг на друга люди здесь работают годами и благополучно дорабатывают до пенсии не имея следовательно особых амбиций держится во что бы то ни стало я же перфекционистка к каждому заданию подхожу скрупулезно и ответственно часто замечаю что это никому не нужно но я иначе не могу года идут я чувствую что надо что-то менять надо выйти из своей зоны комфорта сама себе признаюсь что не хочу больше так работать и хочу изменить не только учреждения но и направление я еще год назад до своей нынешней работы рассматривал вернее даже хотела начать обучение для работы тестером но честно струсила и все-таки пошла по натоптанной в плане опыта дорожки сейчас опять есть шанс все кардинально изменить начав обучение но на одной чаше весов работа доход ответственность перед семьей отсутствие морального удовлетворения на другой новые возможности отсутствие дохода как минимум ближайшие месяцы и неизвестный ее размер зарплаты видимо в процессе становления в новой профессии совмещать нынешнюю работу и учебу сложно можно погнаться за двумя зайцами как разобраться в себе как решение принять понимаю что я сама должна найти ответы на эти вопросы но очень интересно ваше мнение спасибо что прочитали буду благодарна за ответ совет может у кого-то подобные сомнения я могу вас заверить что это довольно такой часто встречающийся вопрос но вот ситуация часто встречающийся и ваш ответ будет полезен и другим красочного отдыха приятных эмоций вот тут интересная добавка я думаю она изменит много в нашем ответе по скрипту представляю себя с семьей прибывшими в сша кнопку иммигрантовоза интервью на фоне известных обоев вашем офисе успешную работу вашей школе интересную работу тестером я действительно этого хочу вот такое у нас письмо я сейчас значит отправлюсь на дорогу и мы обсудим это письмо значит первое что я хочу сказать но такие впечатления найти от прочтения я думаю ничего себе люди живут вроде там война идет гривна упала там я уже не знаю там ниже плинтуса значит а вот какое то есть место где люди дорабатывают до пенсии значит ничего их там не колышет хорошую зарплату получают вот проблема команды нет вот эти то есть какой-то оазис такой украинский я думаю что такое залазить хотели хотелось бы знать конкретно где такое происходит может быть многие бы с удовольствием туда пошли вместо того чтобы там в тестеры но это как бы одно впечатление второе впечатление вот рассказ человека о том что хочется делать в жизни и как хочется это делать и вот насколько это не получается вот условия не позволяют значит мы имеем дело с совершенно американским человеком то есть ценности в жизни у женщины совершенно американские то есть вот то что здесь дают за бесплатно вот она просто лежит на дороге вот там я этого хочется получить но но нету я вспоминаю знаете так по аналогии с этим я вспоминаю случай как ситуацию когда мы уезжали в соединенные штаты я был ну так как-то так пассивно участвовал в деятельности какого-то такого значит там еврейского молодежного клуба назывался гешер это мост на иврите гешер и там были ребята которые создали этот гешер они были из института связи я их знал по институту связи ну и они такие были идейные они уезжали в израиль и вот такие они бородатые ходили учили иврит и значит и один из них мне значит говорит что я кидая мы все время так ними дискутировали почему израиль почему америка и он говорит что в израиле вот еврейство не стоит денег вот ты говоришь ходишь в школу тебя и там значит на иврите ты там разговариваешь с людьми значит там на иврите ты ходишь синагогу это далее а вот в америке говорил он вот чтобы оставаться евреем ты будешь платить много денег а здесь бесплатно так вот значит я что хочу сказать что человеку стоит больших трудов быть американкой вот там где она живет на украине на украине в украине но то нагреться я с украины да значит ну ну хорошо значит тут меня всеми донимают что надо говорить вы я как-то внутренне не чувствую заметил многие люди которые там живут говорят на поэтому думаю чё я то уж так вот живет американка на украине и думает чего бы мне вот там профессию поменять там и так далее и я хочу сказать вам гораздо проще чем профессию поменять вам гораздо проще репатриироваться уже уже же воссоединитесь с отечеством своим знаете таким духовным вот и скоро 40 это в моих как бы единицах измерения вот тут американских силиконово-долинных вот глядя на студентов на моих я хочу сказать что это такой обалденный возраст я говорил я повторюсь вот у меня в моем сознании для женщины есть такая категория возраст на 38 42 это когда еще абсолютно всего хочется и и абсолютно все возможно а когда постарше человек начинается дискаунты себя такие скидки как но этот чересчур это я там перебьюсь это уже мне не надо это уже там пусть молодежь там и тогда обалденнейший возраст потрясающе значит вот это тесла передо мной но вам не видно но бог с ним и вот значит возраст хороший я понимаю конечно что в разных странах по-разному вот с возрастом все это происходит то есть как бы американский возраст человека которому там 40 женщины которые 40 это совсем не то же самое что допустим украина россия там или казахстан поэтому просто самим фактом перри переезда в соединенные штаты значит человек станет моложе нам лет на десять их точно уж во всяком случае на пенсию не пойдет пятьдесят пойдет шестьдесят там шесть или шестьдесят семь вот поэтому как бы продлевается это все и значит возрасте 40 лет человеку который вот в америке женщина еще 25 лет работать там слава богу можно еще не один раз профессию поменять значит вот это добавочка в конце что вот я там хотела бы нажать кнопку там эмигрантовоза там и так далее я думаю что вот если бы я оптимизировал путь вот для этой ситуации я бы сказал значит там приезжайте в сша так там по какой-нибудь визе я здесь не в простых по какой-нибудь визе вас тут научат как остаться и легализоваться не вопрос и через год у вас будет разрешение на работу после приезда может быть даже и раньше за этот год вы профессию освоить а если вы начнете ее осваивать там пока дома находитесь так тем более значит там там освоите поработаете приедете под разберетесь конечно остается язык конечно возникает вопрос там семья там и дети как и что чего но как вектор я бы сказал что это гораздо проще все вот как ни странно понимаете как ни странно многие люди которые так ничего и не сделали в жизни оставаясь там где они есть романули как я не знаю что оказавшись в эмиграции потому что в эмиграции ты и тебе не на кого смотреть вот они все сидят вокруг чего я буду рыпаться здесь все рыпаются вот приехал вперед всем надо устраиваться всем надо туда-сюда суетиться шустрить двигаться развиваться вот-вот то есть это как бы так бросание на глубокое место тебя бросили на глубокое место выплывай вот а кто не выплыл значит поехал обратно хотя на сказать таких немного место мелкое вроде же путь не можешь стал там и тебя подносит бассейн и кормят ничего страшного значит теперь из этой истории я не очень понял конечно почему именно тестирование то есть может быть тестирование как что-то совсем далекое от работы в финансовом учреждении я бы сказал что человек женщина который под 40 ну плюс-минус до 40 там плюс-минус оказавшись в тестировании скорее всего если у нее не инженерный такой склад ума и образование и опыт работы а так больше к финансам скорее всего такой человек в тестировании будет развиваться не в направлении там языков программирования хотя может может я я знаю очень много людей которые рванули вот именно в эту в эту сторону но может быть тем более руководитель среднего звена скорее всего где-то через годик через полтора-два она себя обнаружит кей менеджером каким-то а потом там следующий уровень кей директор когда под тобой несколько менеджеров и там здорово платят и там вообще ну это она это ее она она уже руководитель что же себя ломать с пацанами там по клавишам стучать соревноваться ну совершенно такой нормальный путь я я просто вижу ее абсолютно вот как она приехала на рванула пошла через два года придет практикантов брать будет уже будет начальник у меня была девочка одна но такая забавная 25 лет приехала по work and travel осталась во флориде и там годик нелегально работала в гостинице потом легализовалась политическое убежище получила и продолжала работать в гостинице я там была менеджером небольшой гостинице 25 лет но когда ты менеджер когда ты не по должности менеджер когда ты внутри менеджер вот ты менеджер и она к нам приехала получилось шустрое просто невероятно вот на наш типаж так эти небольшая такая очень симпатичная и вот она на интерншип ее послали на практику и и там мало того что наняли сразу она стала лидом через три месяца она приходит лид с бэджиком все дела практикантов набирает интервьюирует я к чему от себя не уйдет если ты менеджер там среднего звена ну вот ты будешь менеджером среднего звена ну предметную область только поменяешь будешь не с финансами а там вот с этим обычный дел сил то много чушь там 38 лет 39 лет о чем говорить поэтому я вот так это вижу то есть если бы не было вот этой концовки с разговором о нажатии кнопки иммигрантовоза я бы может быть не пошел бы в эту сторону совсем но поскольку вот этот вектор присутствовал то я говорю боже вот же вот же же ответ вот же же ответ ей на самом деле не ну не там где она живет нужно менять профессию а ей нужно менять среду обитания а профессию само собой можно поменять это 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 проще намного еще одна вещь которую я хотел в этом во всем в этой ситуации добавить картинки в соединенных штатах я я не знаю как в россии допустим или украине я просто не в курсе но в сегодняшних условиях но в соединенных штатах есть большой такой тренд мощный массовый называется эта штука midlife career change вот как есть кризис среднего возраста да вот так есть смена профессии среднего возраста люди зарабатывающие громадные деньги состоявшиеся бросают все к черту и матери начинают заново что-то такое чего никто понять вообще не может что произошло знаете вот я там разговаривал с одним таким вот он он был врачом и 38 39 лет вот вот так как женщина а знаете как вот растет мальчик еврейской семье знаете и все что ему вот как бы да да ну ну либо врачом либо адвокатом ну вот как то вот так вы все в семье все либо врачи либо адвокаты дяди тети там ну вот что вот он знает и он знает он растет он знает что он будет либо врачом либо адвокатом вот конкретно у него такая история была значит и он подумал что ему нравится быть врачом ну или не столько нравится сколько скажем врачом может быть больше чем адвокат и он пошел на хирург и он в общем-то под спутно ему это не нравилось Ну, как-то он, как на службе был, да, вот, значит, он пошел, мама сказала, там, папа поддержал, денег дали, там, обучился на работу, туда-сюда, и вот бытовуха вот эта вот вся, она заслоняла от него тот факт, что это не было его выбором, и это не было то, кем он хотел быть, вот, не было резонанса вот этого клика, вибрации вот той не было, понимаете, и он уже к 40 годам его настолько это внутренне подорвало, что он сказал, я не хочу, я не буду. Ну, я, кстати, такой человек, который, там, ему под 40, и он врач, у него практика, у него, ну, наверное, он уже выплатил, а может быть, еще не выплатил долги, там, за учебу, это очень дорогая учеба, за нее люди десятилетиями платят, там, возвращают деньги в университет, у него уже очень приличный доход, очень приличный, то есть, там, ну, допустим, я не знаю, там, 300 тысяч долларов в год, может быть, 500, смотря, что он делает, где он живет, там, и так далее, и вот он, говорит, не, мафу, разбросил, и куда-то его там перенесло в другое место. Конечно, человек, который получает приличные деньги, он обычно не уходит на такую работу, где ему платят, там, допустим, 30 тысяч долларов, там, каким-то сошел-воркерам, там, нет, конечно, они, они что-то для себя такое другое находят, но, просто, я к чему говорю, что, вот, мать, если люди пол меняют, вообще, у меня не укладывается, но, ну, уж профессию-то, и вот это массовый такой тренд, если вы пойдете на, на Google, если вы пойдете на YouTube, и вы напишите, там, midlife, career, change, боже мой, сколько там всего выйдет, есть невероятное количество консалтингов, психологических, вообще, надо сказать, что есть такое, есть такое направление психологическое, называется, career counseling, да, то есть, как бы, такое консультирование по профессии, и я как-то ходил, вот, на, на курс такой, хотел сертификацию получить, что-то мне казалось, что у меня сертификатов мало, думаю, а что вы, пусть у меня будет, пусть я буду certified career counselor, и я пошел на этот курс, и я хочу сказать, что, фактически, они изучают программу на мастера по психологии, университетскую, но, с определенным сдвигом, вот, вот, конкретно, в карьеру, то есть, в профессию, вот, вот, в развитии, и люди, которые ведут этот курс, это люди из университетов, профессора, которые именно по психологии, такая чисто психологическая дисциплина, так вот, это большой бизнес, есть очень много карьер-канцеллеров, вы можете на них посмотреть, если на YouTube, там, поищите, они вам расскажут, там, ну, у них свои, свои заморочки, они дают вам тесты на предрасположенности всевозможные, там, и так далее, в отличие от тех тестов, которые вы можете найти просто в сети, а тесты, которые эти люди дают, вот, в чем сертифицированность, вот, там, все происходит, их учат, их сертифицируют в интерпретации, понимаете, то есть, задать вопросы можно, или, там, дать ему тест письменный, да, но, вот, то, что он ответил, как это интерпретировать, и что это значит, да, вот, вот это предмет сертификации, то есть, люди, люди должны обладать профессиональной квалификацией для этого, поэтому, все, что есть, так, в сети, в свободном обращении, это, так, баловство, на самом деле, а там уже серьезная профессиональная работа, и, почему это большой бизнес, потому что это проблема большого количества людей, понимаете, и, и, слава Богу, так уже между нами, что есть возможность менять профессию, вот, если вы подумаете, например, о наших, там, дедушках и бабушках, и даже родителях, у них и возможности-то не было профессию поменять, и даже, вот, даже в Москве, например, да, как ты, вот, поменяешь профессию в 40 лет, а, ну, ты можешь работу поменять, ты можешь, там, быть инженером, пойти на завод, там, слесарем, если хочешь, я не знаю, кому-кому надо, но, например, но, а как быть в небольшом городе, там, где, вот, есть, там, городообразующее предприятие, и, вот, и, вот, и, там, все, и весь город работает, как ты поменяешь профессию, поэтому, midlife, career change, никогда не был чем-то таким массовым, реальным, возможным, и это, как-то, даже смысла не имело никакого, и не было, знаете, чего еще не было, не было в обществе понимания, что вот человек должен, фраза, вот, она у нас в школе проходила, человек рожден для счастья, как птица для полета, понимаете, ну, то есть, можно сказать, можно написать, можно в книжке, можно поохать, поахать, там, эмоциональные, там, какие-то восклицания сделать, ну, дальше-то что, в практическом плане, человек рожден для счастья, как птица для полета, и что, вот у нее муж, вот у нее дети, вот у нее работа, она еще выпендривается, ты посмотри на нее, да, и у нее сегодня есть то, чего нет, там, у 95% людей, которые живут в стране в этой, а она еще выпендривается, понимаете, она, а ей еще чего-то не хватает, а ей не хватает, реально не хватает, потому что мы сразу, мы снова выходим на вопросы предназначения человека, да, и вот, человеку для счастья чего-то не хватает, тебе, может быть, этого хватило бы три раза, чтобы быть счастливым, а ему не хватает даже одного, кого это когда интересовало, а сейчас такое время, вот сейчас такие возможности, сейчас мир, мало то, что изменился, он продолжает меняться каждый день с такой скоростью, и вот, слава богу, мы живем в такое время, что человек может сказать себе, я, вот, там, мне скоро 40, то есть в наше время это человек, сказать, жизнь-то кончена, а чего 40 лет, чего тебе менять 40 лет, тебе о душе подумать надо, да, вот, вот в наше время, ей бы так сказали, вот, когда я помоложе был, значит, а мы вот сейчас такие, и это здорово, и я очень, как бы сказать, я очень рад, что у человека такие проблемы есть, он их решает, и это очень здорово, очень здорово, сейчас мы тут вписаться должны, смотрите, какие вот бывают дуры, здорово, а вы не видите, тут справа грузовичища встал, господи боже мой, он длинной, как пассажирский автобус, небольшой, ужас, в общем, девушки, ну, женщине молодой, наше, так сказать, почтение, у меня, вот, нет тут головного убора, я бы, так, может быть, и, ну, в общем, все гораздо проще, чем может показаться, и, на самом деле, я вижу, вот, ее решение того, что она хотела бы решить, значит, я вижу это решение в одном флаконе, то есть, одновременно, там, меняется страна, меняется, значит, там, профессия, меняется галстук, запонки, там, косметика, парфюмерия, и все, вот, мужа оставляем, детей оставляем, вот, и едем, я бы, я бы так сказал, счастливо!